What's your name? My name is Pagina. And what's your favorite hobby? My hobby. My hobby. Of course. Of course. Первая смена детей уже заехала в лагерь и время знакомиться с вожатыми. Джесси еще и учитель английского. Парень приехал из Новой Зеландии, чтобы обучать русских детей английской речи. Да и сам практикуется в русском, общаясь со своими учениками. Я из большей семьи, у меня два братья и две сестры. Поэтому я всегда был как старший человек, который переживает за детей. Это как, ну, это менталитет для меня. Я очень люблю работать с детьми, потому что они так веселые, так хорошие просто, так милые. Поэтому эта работа для меня идеально. Казалось бы, летом хочется отдыхать от уроков, но сами дети с таким порядком вещей не согласны. Ведь учить английский можно не сидя за парты, а играя в квесты, проходя конкурсы или смотря фильмы. На смартфон времени и не остается. В телефонах, когда сидишь, там зрение портится и так далее, другое. А когда ты проходишь какие-то квесты, у тебя развивается что-то, и тебе весело с друзьями. Я думаю, в лагеря ездить – это когда ты должен находить новые знакомства, общаться с детьми и не сидеть в телефонах. В регионе работает несколько образовательных лагерей. Все они, как и остальные – пришкольные, трудовые, оздоровительные – начали работать с началом лета. Смарт-кэмп заехало 220 ребят. Больше, чем в прошлом году, ведь ковидные ограничения с 75-процентной загрузкой сняты. У ребят ни секунды свободного времени. Во время приезда съемочной группы большинство готовились к вечерней ярмарке. Придумывали проекты и рисовали плакаты. У кого-то салон красоты, у кого-то они рисуют рисунки, например, портреты или скетчи, кто-то танцует и поет. В общем, кто что гораст. Они придумывают свое, и для них очень интересно. Они делают свою рекламу, они учатся себя презентовать. И вечером они могут свои баллы, которые они зарабатывают на игре, как раз-таки тратить там. Ну, соответственно, кто-то зарабатывает, кто-то тратит. Всего в Ульяновской области открывается 471 лагерь. В июне в них отдохнет почти 30 тысяч детей. Пришкольных, младшеклассники, в лагерях труда и отдыха, подростки. Но излюбленное место отдыха – это, конечно, загородные. Каждое учреждение прошло проверку Роспотребнадзора, МЧС и Росгвардии. Во всех 27 загородных оздоровительных лагерях будет охрана осуществляться частными охранными предприятиями, профессионалами. Во всех загородных оздоровительных лагерях имеются кнопки тревожной безопасности с реагированием на пульт Росгвардии, либо частных охранных предприятий, которые имеют на это право. То есть во всех загородных лагерях разработаны инструкции, алгоритмы действия в случае различных чрезвычайных ситуаций. Аналогичные правила охраны действуют во всех лагерях. Кроме того, родители могут не беспокоиться, чем занят их ребенок. В каждом лагере созданы родительские чаты, в которых вожатые руководители ежедневно присылают фото и видео детей.